Добрый день, дорогие друзья! Компания Директ Академия продолжает серию своих вебинаров. В данном случае я продолжаю свой цикл на этой серии вебинаров. И мы проводим второе открытое занятие по робопедагогике. В прошлый раз мы рассмотрели с вами вопрос, даже проблему и даже решили ее, какая платформа является лучше всего для нас. По разным критериям, по разным основаниям, в том числе и экономическим, мы отобрали платформу api.ai. Вот я показываю на экране. Скажите, сообщите кто-нибудь один, что вы видите мой экран и движение мышки на экране. Где-то моя помощница. Видно. Вот. То есть я сегодня решил отказаться от слайдов. У нас у меня будет живое занятие с живым показом реальных действий, где вы реально увидите и потом в конце скажете. И Наталья Юрьевна Бабыкина, я сейчас пару слов про нее скажу, почему я про нее так говорю. Она скажет, что она все поняла. Наталья Юрьевна занимается наукой. На самом деле занимается ее предметом. Это русское народное творчество. Еще точнее возрождение русского народного творчества. И она взялась за эту проблему с применением новых технологий. Она не является программистом. И поэтому мне интересно ее мнение. Она не специалист в сфере информатики. Она творческий человек. Руководила музеями. Руководила организациями культурного назначения. И вот ее мнение мне будет, кажется, более полно отражать наше среднее представление. Среднее и среднее представление. Я скажу, что она об этом не знала. Я с ней ничего не договорился, хотя я ее хорошо знаю. Вот если она поймет, вот эту новинку, я ей не расскажу, честно говорю. Если она поймет, то, наверное, большинство из вас поймут, о чем идет речь. Ну, естественно, вы тоже будете задавать любые вопросы, в том числе и технического, и экономического плана, и методического плана, и стратегического, и любого плана. Вы тоже будете получать ответы в той мере, насколько я понимаю. Не скажу, что я вот так все понял. Вот кое-что, кое-что. Звук ужасный. Звук ужасный, коллеги, это ужасно. Так, спасибо, что сообщили. Я... Игорь. Продолжение следует... 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 Я к чему это клоню, что мы должны искать себе иногда таких помощников, такие резервные источники, которые будут вместо нас решать наши задачи. Итак, я попросил вас перед началом вебинара написать ваше предварительное понимание, какую часть вашей работы, личной работы можно передать, хотелось бы передать роботу. Не всю, вот тут уже пошли такие вот шуточки, что вот роботы, все. Нет, часть работы можно отдать. Только вот какую? Какую часть? Вот я посмотрю, что вы там писали. Вы писали про то, что хотите там тестирование, хотите консультирование, я не слышу. Так, где ваши вопросы? Так, ваши варианты. В общем, были разные варианты ответа, и это очень разные. Поиск, обработка информации. Так вот, ответы на вопросы студентов. Так вот, хочу сразу вас проинформировать. Тестирование, проверка знаний, на мой взгляд, лучше делать в такой системе, как Google. Там есть хорошая система тестов, и там видна аналитика, на какие вопросы даются ответы лучшей хуи. Если говорить с точки зрения реальности, в которой мы живем, а не каких-то там мечтаний с космическими бюджетами. Дешевле тестирование проводить в Google, или гиперметод, или в другой системе. На бота можно другие задачи выделить. Мы сейчас не будем говорить про все. Например, про такие задачи мы будем в дальнейшем говорить, как бот-консультант, бот-диагност, который будет диагностировать педагогическую ситуацию у обучаемого. Бот-следователь, возможно, бот-медицинский диагностик. А сегодня мы поговорим только об одном виде бот-энциклопедист, который заменяет собой словари, глоссари. Чего? Разделать часто задаваемые вопросы. И первый ваш вопрос, первый ваш вопрос. Про оценку знаний, коллеги, не спешите. Боты хорошо могут вести диалоги и так далее. Но систему оценивания знаний студентов на боты мы пока не рассматриваем. Есть другие задачи. Для оценки системы оценивания есть другие средства без бота. Вы это прекрасно знаете. Не спешите. Кстати, если вам хочется, чтобы именно тестирование проводить, вы скажите, это легко решается другими способами. Легче. Без бота. Можно тоже на них все возлагать. Так вот, мы сейчас подойдем к теме создания одной разновидности бота. Бота-энциклопедиста или бота, отвечающего на вопросы. Эти ситуации могут возникнуть. Вот я сейчас фантазирую. Приемные комиссии одни и те же вопросы у родителей и у студентов. Хотя информация на сайте есть. У каждого вуза, но все равно что-то не могут понять, не могут найти. Звук некачественный. Андрей Олегович, что там хрипит, да? Потише сделай. Вот сейчас лучше слышно? Хороший звук. Спасибо. Так вот, приемная комиссия. Далее. Учебно-методические подразделения вуза. Те же рабочие программы дисциплины. Несмотря на то, что в каждом вузе есть положение по написанию РПД, методические указания. Они длинные, сложные. Их, кстати, мало кто читает, как выясняется. И одни и те же вопросы задают. А как, да что? Мы такую задачу отдельно уже готовим. По опросу от нашей группы профи до выяснилось, что такие консультанты для сотрудников тоже нужны. И вот посмотрим на функции сначала. Посмотрим на функции. Тихо стало. Делаю чуть-чуть громче. Сделал чуть-чуть громче. Так лучше? Оксана, отдам. Отлично. Так вот. Что может, в принципе, делать бот? Вот начнем с этого. Его можно... Вот видите, пункты. Я не знаю, стоит ли их читать. Тут больше 20 пунктов. Так, не пускает. До 100 человек виспимость. Все. Спрашивают, жалуются. До 100 человек. Наша платформа больше 100 человек не вмещается. Видите, уже пошли жалобы. Тем, кто не вместился, к сожалению, поздравляю. А я ни при чем. Я ни при чем. Ну, я не могу. Ну, вот жалуется Ольга Евдокимовна, проректор одного вуза, православного, крупного такого университета. Не может войти более 100 человек. Пробуйте еще. Сейчас 98. Видите, не могу я. А если бы был бы бот, ему без разницы, он обслуживает одновременно без очереди всех. Я не рекламирую боты, я просто информирую. Так вот, вот эти пункты, стоит ли их читать? Скажите-ка лучше, что из этих пунктов, какой номер для вас кажется провокационным, ложным, недостоверным или интересным одновременно. Вот 18 пунктов. Презентации не видно, извините, включаю. Вот, друзья, вот эти пункты. Сейчас видно. Посмотрите, какой номер из этих пунктов, которые, по сведениям нашего Рособорколхоза, добровольного независимого объединения сотрудников по вопросам онлайн-обучения, разработки онлайн-курсов, вот мы у себя, мы исследуем, вот эти пункты, вот, ура, зашла, поздравляю. Вот эти пункты мы выявили. Например, вы можете сказать, а что это значит пункт 14, научить выуживать информацию? Зачем это, откуда такой негатив идет? Давайте посмотрим еще функции. Да, вот коллеги пишут, индивидуальные планы можно возлагать на них. Да, это реально можно. Следующее. Оказывается, можно, видно, мелко. Делаю крупнее. Извините, делаю крупнее. Я не вижу, что показываю, поэтому вы говорите, пожалуйста. Вот, 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 развернуть. Спасибо. Спасибо. Только я не понял, кому это Наталья Юрьевна развернуть пишет. Вот еще раз. Вот эти функции. Вот эти функции. Ну, например, скрестить одного бота с другим. Например, я сделал бота по первой главе своего предмета, по экономической теории. А некто сделал бота, консультанта, да, полностью отвечающего по второй теме этого же предмета. Мы эти два бота, два, можем объединить, скрестить. Они объединяются очень хорошо. Это вот я комментирую. Научиться слушать. Оказывается, они могут воспринимать русскую речь. Не знаю, стоит ли вам показать, как работает. Давайте все-таки покажу. Возможно, не все видели. Вот этот Лоцман. Спасибо, Татьяна Валентиновна. Вот этот Лоцман. У него есть микрофончик. Ну, я назвал его Лоцман. Так он как угодно звучит. Привет. Еще раз. Видите, он распознал частные речи моментально. Как твои дела? Видите, он тут же распознает речь с голоса и отвечает абсолютно логично. Замечательно, спасибо. Как у вас дела? Я готов ответить на ваш вопрос. Вот я проиллюстрировал пункт 8. Научить слушать. Плохо имитирует эмоции. Так, я сейчас отвечу на вопрос. Пункт 8. Научить говорить. А, пункт 8, я кажется, ответил. Дальше. Евгения Юрьевна плохо. Насчет эмоций. Насчет эмоций. Где-то тут был пункт. Они хорошо научились имитировать эмоции. Я сегодня буквально видел симулятор, правда, на английском языке, где с президентом США, Трампом, сохранилась переписка. Там просто, да, класс переполнил, Вячеслав Александрович. Вот наш профессор знакомый тоже не может зайти. Сейчас 96 человек. Входите снова. Видите, кто первый занял место, тот и остался. Так, какие еще тут Siri зависает? Нет, тут Siri я не знаю, коллеги. Siri я вам не предлагаю. Вот эта платформа не зависает, работает стабильно, как и вся компания Google, как и YouTube. Это на сервере Google находится. Кто сейчас думает и собирается поострить насчет расположения персональных данных на отечественных серверах, я хочу вас успокоить, не злорадствуйте. Этот бот может быть скопирован, ну, сама разработка, этот интеллект, и поставлен на свой сервер. Если вы этого хотите. Я пока не хочу, там сейчас никаких персональных данных нет. Там просто идет консультирование пока. 18-й пункт. Запоминать собеседника. Я могу сказать точно, что это можно. Он входит, он помнит его имя, он обращается к нему по тому имени, которое было раньше. Помнит, о чем была предыдущая беседа, диалоги. И это здорово. Я не скажу, что я это научился. Я не программист. Я не все еще знаю. Но когда я изучал возможности, я это проверил. Впрок заранее убедился, что это можно. Для себя галочку отметил, что это можно. Наш программист посмотрел, сказал, что бота такого плана можно интегрировать в Moodle. В Moodle вся история и оценки, и посещения, и так далее. Все это в блогах отражается. Это значит, что в перспективе это тоже можно учитывать. Например, он давно не входил на сайт, или он не выполнил какие-то задания. И Moodle начинает мягко, неназорливо говорить, мы тебя ждали, мы вас ждали, но у вас много долгов. Ну, Вячеслав Александрович, я ничем помочь не могу. Видите, коллега, это не моя платформа, она до 100 человек. Там мы всегда предупреждаем, до 100 человек. Все. Вот это. Так, какой еще? Какая платформа? Ну, а теперь, друзья, давайте-ка перейдем к платформе. Вот посмотрите вот эту ссылочку, давайте я ее оставлю здесь, потом сами посмотрите. А мы сейчас переходим уже к платформе. Итак, коллеги, информации очень много, я не хочу их все пересказать, переходим к обещанию, к основному, к платформе. Если вы наберете в браузере, а многие обычно прямо в ходе вебинара так и делают, но это не обязательно. Это два экрана, мне удобно, я и вас вижу, и второй экран, а у вас, может быть, этого нет. Так вот, API, это та платформа, которую мы в нашем Рособорком пользе, а до этого еще вдвоем с Татьяной Келегиной, очень долго выбирали, как выбирают друга, как выбирают подругу на всю жизнь, как выбирают самую надежную платформу, чтобы потом не менять. И менять очень тяжело, очень, это и невыгодно, а лучше брать, выделить на это время, потратить и выбрать. Вот мы потратили время и вам не даем наш, так сказать, результат, платформа API. Она, в принципе, переводится неплохо, все тут понятно, то, что я говорил в прошлый раз, то, что мы ищем, все оно здесь прописано. Не будем сейчас это читать, перейдем к консоли, то есть непосредственно к управлению. Наталья Юрьевна, я на вас ориентируюсь, вы не информат, смотрите за логикой, потом скажете, что вы ничего не поняли. Дальше следующий шаг, коллеги, нужно, нужно, нужно авторизоваться. Тут, к сожалению, ну, на небольшое сожалению, авторизация только через Gmail. Если у кого нет почты на Gmail, можете создать ее бесплатно, так же, как и на Mail.ru. Авторизация с помощью готовой учетной записи. Все, я вошел, я вошел. Вот у меня консоль, так называемый. Сейчас мы будем с ней работать. Вконтакте, что значит Вконтакте? Я не знаю почту, которая Вконтакте. Я, может быть, что-то не знаю, я вообще его не использую. Я говорю про почту, почту для авторизации в этом интерфейсе. Чтобы авторизоваться, нужно иметь почтовый адрес на Gmail. Почтовый адрес Вконтакте я не встречал. Итак, после того, как вы авторизовались, вот я сейчас сделаю логаут, выйду, повторю это действие. Еще раз, для того, чтобы вы запомнили, насколько это легко, я вот вошел. Все, я вошел. Теперь рассказываю интерфейс этой программы. Давайте я сделаю ее покрупней. Видите ли вы мой экран? Так, профессор Липсак дошел, впустил. Хорошо. Так, Вячеслав Александрович, я надеюсь, что меня тоже слышат. Итак, рассматриваем интерфейс вот этого построителя бота. К сожалению, он, коллеги, английский. Хотя мы здесь видим русские слова. Вот, например, вот это русское слово, это название агента или вот этого робота, который выполняет какую-то мою задачу. Или вот эти слова, это вот так называемые интенты. Есть такой очень важный элемент, а мы будем только о нем сегодня говорить. Вот эти интенты у меня сделаны на русском языке. То есть это уже радует. Интерфейс английский, но содержание в нем на том языке, который я захочу. Это может быть и армянский, грузинский, китайский, какой хотите, украинский. Какой хотите язык, здесь можно вводить, он будет прекрасно, все понимает. Насчет языка сразу скажу, что вот при выборе у меня стоит язык русский, да, когда я его создавал. Но можно добавить и другие языки. Со звуком проблемы. Так, что же мне делать? Давайте-ка я сделаю. Сейчас, слышите? Проблема у нас с Мирополисом. Есть звук, то нет, это ужасно. Надо думать о более надежном кваке. Квакает, ну, ё-моё, слышно. Может, я быстро говорю? Звук плохой. Татьяна Александровна, здравствуй. Звук плохой. О, ё-моё-моё, что же делать? Ещё потише сделаю. Может, что-нибудь из-за этого хватит? Сейчас, как слышно? Очень плохой. Помехи. Татьяна Александровна. Так. Это плавно. У меня интернет идеальный. У меня оптиковая линия прямо из двух ноутбука. 100 мегабит. Ту-ту-ту, что же делать-то? Всё. Так. Ну-ка. Посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Есть. Ой, ура, ура, ура. Итак, продолжаем. Спасибо вам. Так, скайп я закрыл. Итак, мы прежде чем начнём строить нашего первого бота, мы определимся в основных элементах и понятиях. Вот здесь, с левой стороны, это список ваших агентов или ботов. Вот у меня тут факт, я тренировался, говорун. Это название ботов. Бот-диспетчер по работе с расписанием. И вот разные боты уже готовые. Вот список лучших ссылок, некоторые по-русски запомнили, да? Вот это вот агенты. Если нужно создать нового агента или бота, то нужно нажать вот по этой ссылочке. Вот такие простые действия. Вот это вот, если вы запоминаете, то очень хорошо. Наталья Юрьевна, как вы здесь? Улавливаете? Дальше. Дальше, дальше, дальше. Следующий элемент, следующий элемент, это... Сейчас, прокручивай вверх. Следующий элемент, это интенты. Друзья, вот это самый основной элемент, иницирующий диалог. По-английски интент, это намерение. Когда наш студент, наш пользователь, наш сотрудник, что-то говорит этому боту, он выражает намерение. Правильно? Вот они так и назвали. Интент. И я в своем учебнике, его можно приобрести, это первое русскоязычное в России руководство для начинающих по созданию бота. Вот в нем я употребляю этот термин интенты. Называть его намеренными мне неудобно. Я бы сохранил вот именно англоязычное название интенты, и вот когда вы создаете интенты, вы в них выражаетесь. Список вот этих интентов, он находится здесь. Вот выделил этот блок, да, он голубой сейчас. И вот появился список интентов. Интентов. Вот это вот интенты, которые создал я. В этих интентах я моделирую обращение студента. Книга называется, я сейчас могу дать ссылочку, разработка бота, бота, лоцмана. Вот это вот книжечка создания бота лоцмана. Почему лоцмана? Лоцман и энциклопедия, это почти одно и то же. Только у меня он отвечает на вопросы, вот даю ссылочку, отвечает на вопросы по работе с системой, с образовательной системой. Вот она здесь есть. Вот это вот. Причем там есть не только, продается не только сам текст для новичков, практическое руководство, но и вам предоставляется моя консультация. То есть, если у вас что-то вдруг не получается, вы пишите мне с этого, а учебник именно здесь размещен, вы мне пишите вопрос, я вам отвечаю или связываюсь по скайпу. До тех пор, пока у вас не появится собственный бот. Вот в чем необычность такого руководства. Продолжаем. Вот эти интенты создаете вы сами. Вот они сейчас у меня созданы, я сейчас покажу, не волнуйтесь. Здесь мы создадим бота с нуля, мы успеем. Главное, вы запоминаете. Вы сможете создать такого бота. Причем не только создать, но не разместить. Вот в этой книжке подробно расписано. Там и вы хотите. Например, в своем блоге, на сайте вуза, или на страничке факультета, в приемной комиссии, в библиотеке, в онлайн-курсе, разумеется, причем в онлайн-курсе на одной страничке. Один бот, на другой другой. Как хотите. Вот там все это расписано. То есть это не просто бот, который где-то там в Америке, в Google висит. Нет, он размещен именно там, где вы определите. Но это чуть позже. Итак, интенты. Здесь, с правой стороны, можно ваш бот сразу проверить. Вот вы что-то делаете, тут же можно проверить. Причем нужно проверить письменно или даже устно. Что такое анкета? Так, вот он что-то и не понял меня. Значит, этот черновик еще не готов к энциклопедисту. Ему непонятно. А если напишу письменно? Напишу, что такое форум. А, вот форум он понял. Ну-ка ему еще раз. Что такое база данных? Нет, он не распознал. Наверное, микрофон. А, у меня микрофон не тот. Поэтому он не срабатывает. Вот на моем сайте он работает идеально. А вот если так письменно. О, база данных. О, вот это он распознал. То есть, вы задаете здесь вопрос и тут же проверяете, он правильно работает или нет. И тут же ниже видно, из какого интента он вызвал этот ответ. Теперь переходим от общего рассмотрения. Сейчас я не буду рассказывать про entities. Более интересная часть. Но мы не будем о ней сегодня говорить. Это сущности. Это контексты. Он может уточнять, переспрашивать. А вам какая база нужна? Для чего? Для общего понимания или для конкретной разработки? Вот эти контексты он может уточнять и давать более точные ответы. Вот этот элемент, он связан с тренировкой. Он запоминает, что спрашивалось. У него еще есть искусственный интеллект. Тоже не будем сегодня особо вдаваться в подробности. Его можно интегрировать на сайт бота. Он может говорить в Фейсбуке, в Slack, в Viber, в Twitter и так далее. И даже в Skype. Я проверил. В Skype он хорошо интегрируется. С ним можно говорить по Skype. Он у многих есть. Ссылка на курс. Да, это это ссылка. Книгу скачать нельзя. Она электронная. Она электронная. Ее можно смотреть, читать, руководство на сайте. Это курс Moodle. А по сути, это закрытый раздел, платный раздел на Moodle. Не думаю, что это страшно. Ссылка работает. Открываю. Здесь гостевой вход. Если у вас есть логин и пароль, и вы приобрели, тогда она вас спустит. Но сначала она предложит оплатить то ли с карты, то ли Яндекс.Деньги, то ли с телефона. Можно с PayPal. Кто из Украины заблокированный на наши счета. Там можно через PayPal или Гамрот. И после этого вы получите доступ. Так что все работает. Итак, продолжаем. Ну, что, друзья, еще есть встроенная аналитика. Еще есть встроенная аналитика. Сейчас не буду рассматривать, кто участвовал, по каким темам. задавал вопросы, на что хуже всего отвечает. Он все это показывает. Есть еще блок привязки этого бота к внешним системам, например, к системе управления автомобилем, к системе управления резервированием, бронированием гостиницы. Масса других примеров. Или погоду вам сообщить, какая завтра погода в Сочи или в Москве или в другом месте. это не буду рассказывать. Есть документация, кстати, очень сложная документация. Есть готовые наборы агентов. Тут только часть, например, о погоде, как перевести и так далее. Есть также еще какие-то средства. Но сегодня мы не будем об этом глубоко вдаваться. Это целый мир. он несложный. Давайте мы начнем с того, что сейчас вместе в оставшееся время создадим нового агента. Итак, да, сколько заходов. Там подробная статистика показывает. И там можно видеть вот в этом блоке тренинга, друзья, я смотрю, вижу, где искусственный интеллект точно понимает. бывает даже я не предвидел вообще таких вопросов. И вот тут я нахожу эти непредвиденные вопросы и тренирую бота вручную. Что же можно делать? Итак, мы создаем нового агента, который будет отвечать на какие-то часто задаваемые вопросы или формировать себе некую энциклопедию или большой глоссарий и отвечать. Сейчас скептики должны мне сказать, они должны быстренько вас, зачем строить бота, когда у нас есть разделы такие, как поисковые системы в Google, поисковые системы на сайтах, ведь услугу он тебя найдет. Или базы знаний, так называемые, когда он успел дописать вопрос, а он тут же высвечивает варианты ответа по этой теме, например, слово пароль написал, а он сразу целую серию гиперссылок высветил, как восстановить пароль, как получить пароль и так далее, уже готовые инструкции. Вы должны это спросить, зачем тратить время на какие-то новые решения, когда они уже есть. Так вот, друзья, иногда мы сами не знаем, что хотим. Иногда мы не можем сформулировать этот вопрос, и никакое чего не спасет. Иногда мы пишем слова с ошибками, иногда мы правильно пишем, но релевантность нашего поиска не та, которую хотел иметь разработчик сайтов. Смотрите, о чем речь. Вот он написал там, хочу там рефераты или диссертации, да, он выстроит этот список в поиске, но не в той последовательности, которую надо бы самому поставщику этого ресурса. Вот о чем речь. И вот возможности бота более интеллектуальны, чем все предыдущие системы. Это я ответил на возможный вопрос скептиков. Давайте продолжим и дадим давайте вот азбука рукоделия я для Натальи я не знаю, может быть это ей не надо, может быть она хочет другое, я знаю, что она занимается даже не рукоделием, ну пусть будет рукоделием, но в сфере русского народного творчества. Обратите внимание, что сначала появилась красная надпись в названии бота не должно быть пробелом, черточки могут быть, я хулиганю даже русским называю название этим ботом. Дальше здесь можно выбрать язык, естественно мы захотим русский, хотя есть и другие языки, это интересно. Напоминаю, кто не был на первом вебинаре, эту систему разработали наши соотечественники, а потом компания Google выкупила этот проект и он стал в состав компании Google. Время не обязательно, но иногда оно нужно, например, он знает, что надо говорить с добрым утром, а вечером он будет говорить добрый вечер, это тоже ценно. Дальше, здесь можно написать описание, те первые слова, которые, нет, это бесплатно, Галина Ивановна, мы для вас много хорошего сделали раньше, мы все это изучили очень подробно, это бесплатно. Дальше, задайте в описании вопрос по рукоделию, ну вот я пока пишу и по рукоделию, и получите ответ. Все, то есть она его сразу ориентирует, вопрос только по рукоделию, не про погоду, не про политику, это по рукоделию именно вопрос, хотя есть боты, которые просто ведут светские беседы, они это умеют, ну например, где ты живешь, кто твои родители, бот скажет, я живу в твоем устройстве, мои родители, Наталья Юрьевна, Юрий Николаевич, дата рождения у меня нет, я каждый день рождаюсь заново и постоянно говорить именно такими словами, причем не повторяющимися. Ну и все, в принципе, можно сохранить, тут он ругается, он ругается таким красным цветом, что-то ему не нравится, нужно выбрать какой-то проект из Google. Не буду сейчас даваться, вот просто запомните и нажмите Save. Не буду вдаваться в подробности в город. Все, 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 даун. Готово. Поздравляю, коллеги, мы создали первого бота под названием Азбука Рукодель. Если потом нужно изменить, просто по шестереночке кликнуть, что мы сейчас и сделаем, мы, допустим, ошиблись, ничего страшного, его можно отредактировать. Далее, а когда мы нажали по шестереночке вот сюда, вот, тоже не создается. Ну, я сейчас не могу, спасибо, что вы пробуете, наверное, вы смотрите на мойку. Вот здесь вы можете такую мелочь, я эти мелочи люблю, дать ему образ. Ну, я, допустим, взял образ свой, а вы можете вставить там другую картиночку, чтобы у него был какой-то образ. Кстати, на Востоке, к роботам, а вообще к недушевленным вещам относятся, как имеющими какие-то одушевленные свойства, и к роботам у них отношения почти как к людям. Они стараются ими не надавать, а тоже стараются. Какая ссылка не работает? Татьяна, пишите точнее. Так, и, в принципе, вот это все можно его сохранить, что я делаю, а вот здесь я сразу скажу, что есть интересного. Его можно расшарить или поделиться. Вот, коллеги, хотите, чтобы там были кроме вас еще авторы? Допустим, группа там 25 студентов, 28, неважно, или класс, или группа, или научные сотрудники, чтобы работали вместе. Вы можете дать им права, они будут тоже доносить туда свои записи, то есть коллективную работу. А можно назначить просмотрщика, то есть он может не смотреть, что там есть, но не может ничего изменить, он видит логик, он вот это может. Дальше, вот этот вот момент, экспорт-импорт, его можно когда вы что-то сделаете, вы можете поделиться, продать, подарить, объединить, вот это делается с помощью вот этого свойства экспорт и импорт. Нажимаете экспорт, zip файл, пожалуйста, и можно поставить на свой собственный сервис. Можно импортировать, то есть у вас есть свой бот, уже обученный, вы добавляете чужой бот, допустим, а мой, я вот скоро буду предлагать своим клиентам, да, и читателям мои книжки, я буду давать готовые вот эти как бонусы, готовые, обученные боты на русском языке по каким-то вопросам, их можно импортировать или восстановить, то есть все, что я делал, оно все уничтожится, проделать что-то новое. Замечательно, про машинное обучение пока только краешком скажу, у него есть функция искусственного интеллекта, которую можно регулировать, ставить какие-то значения, но сейчас не буду, пока помолчаю, но хорошо, он сам пытается додумать, сам пытается ответить даже на нечетко свободные вопросы, переходим снова к интентам, тут я нажму сохранить и переходим к интентам. Итак, друзья, опять звук. Звук. Сейчас, минуточку, минуточку, раз, два, три. Сейчас как? Сейчас как? Давайте как? Сейчас слышно? Хорошо. Ага, сайт бесплатный. Кто сомневается, я говорю, вот я зашел бесплатный. Если вы зайдете на API, узнаете, почем он бесплатный, навечно. Дальше. Осталось у нас еще немного времени, но мы успеваем. Коллеги, по умолчанию появились два интента. два интента. Всего доброго, Владимир Евгеньевич. Не знаю, про какой менюш говорите, коллеги. Смотрим на первый интент. У него есть ложок такой вот, и он называется Default Fallback Intent. это интент, который срабатывает в тех ситуациях, когда бот не понимает. Обратим внимание, уже сразу появились фразы на русском языке. То есть, по всех случаях, когда бот не понимает, что ему говорят, вот, например, я ему сейчас говорю, мне нужен курс Бабыкина. Вот, он тут же отвечает, не совсем понимаю, о чем ты. Откуда это? Вот отсюда. То есть, если бот не знает ответа на этот вопрос, он честно говорит. Вы скажете, а зачем там другие варианты? А я сейчас поотвечу. Вот, если я сейчас снова о чем-то спрошу, мне нужно сказать спасибо Владимиру Евгеньевичу, Зубов Владимир Евгеньевич опять не включил. Нет, включил. Вот, видите, он распознал. Каждый раз он из этого перечня выбирает случайные ответы. То есть, он имитирует реальную жизнь человека. Мы каждый раз, мы как роботы в жизни, мы здороваемся, то здравствуйте, то привет, то мое почтение, да, вот эти варианты можно сюда заранее вложить. Очень хорошо, Жанна Грачевна, что вы обратили внимание на слово ты. Это англоязычная версия. У них нет в английском языке слова вы. Есть, но оно в речи одинаково. Поэтому здесь, друзья, вы уже сами будете менять на вы. Можете нажимаете сохранить. То есть, вот эти готовые болванки вы можете, во-первых, просто удалить или отредактировать или добавить свое сколь угодное количество вариантов ответа. Вот, седьмой вариант я сейчас покажу. Вы пишите, скажите, ну, какой тут вариант. Я этого не понял. Скажите другими словами. Все, вот такой вариант ответа я добавил. Я думаю, вы все прекрасно поняли. Вот такие варианты. Бот будет отвечать один из них в том случае, если он что-то не понял. Только не забываем нажать на кнопочку Save сохранить. Все, возвращаемся назад. Да, Ирина Сергеевна, наверное, вы опоздали, его можно ставить и в блог, и в сайт, и даже в электронную почту. Куда еще? Его можно как отдельную страничку еще содержать. Сейчас это тоже покажем. Второй интент, он называется добро пожаловать. Тоже по умолчанию автоматически создан. Он автоматически здоровается. вот, привет, здравствуй. Ну, поскольку нам сделали замечание, то лучше исправить. Хотя некоторые с ним скажут, пусть будет на это ваше право. Добрый день, мое почтение. Вот такие приветствия он будет говорить автоматически, если с ним будут здороваться. Например, если кто-то напишет привет, то извините, 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 это другой случай. Это привет только в начале действия. Давайте-ка мы в оставшееся время создадим новый интент для Натальи Юрьевны, а вы увидите, что он значит. Например, для себя легко придумать, что такое рукоделие. Допустим, кто-то решил просить, что такое рукоделие, он не знает. Соответственно, извините, извините, я уже вот сюда, user says, user says, пользователь говорит, что такое рукоделие. Enter. Пишет, я не знаю слово рукоделие. можете рассказать. То есть, один и тот же вопрос, один и тот же вопрос, вы по-разному формулируете заранее. Чем больше вы такие версии придумаете, тем он точнее распознает и ответит ваш бот-консультант. Я, кстати, не знаю, что такое рукоделие. Рукоделие. что это? Я сейчас быстренько найду где-нибудь. Что это? И вставлю его бот. Ручную труду. Вот, 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 Все, я беру вот этот вариант ответа и хочу, чтобы он отвечал, был ответом моего бота. Я не знаю, что рукоделие. Куда вставить этот ответ? А вот сюда текст респанс. Вот сюда выставляете этот вариант ответа и нажимаете сохранить. Все, коллеги, первый интент создан, только вот название интента пусть будет таким, пусть будет таким. Вот здесь пробелы можно. Вот я сейчас спрашиваю, спрашиваю, что такое рукоделие. Проверяем, поймет ли он ответ, что такое рукоделие. он понял, он ответил, вот коллеги, юзер спросил, что такое рукоделие. И бот ему ответил, вот так, вот так. И ответ этот был выбран ботом из интента под названием, я не знаю, слово рукоделие. Соответственно, дорогие друзья, ответ вставить текст респанс, вот сюда. Если у вас есть иной вариант слова рукоделия, вы уже как понимаете, можете добавить его сюда. Ну, я покажу, покажу, нет, наверное, я не покажу, я не знаю, мне нужно другое определение слова рукоделия. А, вот другая ссылочка. Вот, другая ссылочка. допустим, Наталья Юрьевна, если это она, вот она хочет, чтобы бот по-разному говорил, то так, то так. Не знаю, насколько это правильно, но технически это будет вот два варианта. Первый вариант определения рукоделия ответит бот, другой раз он по-другому скажет, то есть он будет говорить по-разному. В качестве психологического элемента, психологии, я сейчас занимаюсь очень тесно этим направлением под названием разговорный дизайн. Уже статью подготовил, скоро выйдет. Можно такие элементы добавлять. Я рад, что вы спрашиваете об этом. Все, вот мы добавили эмоции. вот здесь можно другую какую-то эмоциональную такую вставочку добавить. Это замечательный вопрос. И я с радостью вам ответил. Представляете, какой бот радостный. Все, вот я сейчас сохраню и тот же вопрос задам и вы понимаете уже легко. Понимаете, что бот именно так и будет. Видите, он уже говорит с эмоцией. Да, эмоция искусственная. Да, да, но она адекватная в данном случае. Так, вот это мое меню и первый агент, который не сохраняется. Поэтому продолжать. Ну, видите, друзья, уже появились у нас практические вопросы. Да, я понимаю не может сохраняться описание. А в чем тут проблема я не сохраняется. То есть вот эта кнопочка сохранить. Давайте практика, я не вижу ошибки, что ему она ошибку показывала. Хорошо, что вы стараетесь, но вот у меня, видите, все как бы получается, я ничего не платил. Пошли вопросы у нас осталось. Вообще, коллеги, как? Я думал, мы за час управимся. В принципе, я почти все рассказал, но я сейчас покажу еще. Ура! Все! Аталия Ильевна, видите, у вас есть коллега, у Светланы Григорьевны вот получился. Сколько спрашивая, видите, ошибку подчеркиваю, спрашиваете. Давайте, сколько у нас еще время с вами эмоции необходимы ли? Жанна Грачина, мне нравится ваша внимательность. Я считаю, что в разумных количествах эмоции должны быть. Это же не живая природа, это заменитель, это машина, искусственный интеллект. И каждый элемент такой, как я сейчас покажу, это тоже психология. Вот видите, у меня тут обон горит. Зачем на сайте такая картинка? Оказывается, она создает ощущение, она создает эмоциональный настрой. Вот эти визуальные, логические, красивые элементы какие-то. Или вот тут если мы вернемся к боту, к моему, вот моему боту, Лотман Петр, у него тоже есть элементы эмоций. Он благодарит за вопросы, я думаю, это хорошо. Мы когда в последневной жизни живем, мы тоже выражаем эмоции, а не просто сухо отвечаем, возьми, пойди, сделай, обязаны и прочее. Мы говорим, иначе. Пожалуйста. Хорошо, вот туда пройдите. Вы недалеко находитесь. Ну, я сейчас, я думаю, я ответил на ваш вопрос в отношении эмоций. Эмоции очень помогают, очень помогают нашей жизни. Давайте рассмотрим следующий вопрос. Итак, вы создаете столько интентов, нажимая по плюсику, сколько вы хотите. Вот если это у вас энциклопедическая статья, вы на каждую статью задаете имя, задаете варианты вопросов, как называется вот это, или что такое вот это. Вот это все вы в разных вариациях пишете, а потом в разных вариациях даете ответ. Если у вас одна вариация, значит, вы одну и оставляете. сейчас вы должны спросить, что, так, это я не буду сохранять, вот он говорит сохранить, нет, как это все можно показать на сайте, куда это можно, как это уверят студенты, куда их посылать. Начнем с простого элемента, под названием, вот я сейчас под названием Web Web Demo. Вот. Появляется ссылка на наш бот. Давайте мы ее по карандашу нажмем и исправим вот эти длинные цифры, уберем и дадим ему имя под названием, например, Руко Руко Делится. Я придумал, какое название. бота, Руко Делится. И все, оно появилось, Рука Делится. Если по этой ссылке нажать, я могу сейчас эту ссылку тоже дать, вот, все, эту ссылку можно давать, краски нужны в жизни. Да, 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 мы любим эти моменты, мы любим доброе слово, и бот может очень хорошо имитировать. Вот этот бот, в нем только один интент, он знает только одно, 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 что такое рукоделие. Все, видите, он больше ничего не знает. Вот он услышал, что такое рукоделие, он распознал голосом, и он тут же ответил, это замечательный вопрос, и я с радостью вам отвечу. Ну, дальше вы знаете, что, если я сейчас прошу его еще раз то же самое, что такое рукоделие? Так, он спросил, а, он уже ответил по-другому, видите, и ответ короткий, и фраза другая, то есть работает, все работает, друзья, если оно здесь работало, то и у вас работает. теперь мы видим хорошенькую, хорошенькую такую ссылочку, вот эту под названием Embed, наверное, вот, коллега Криносова сразу понимает, почему я к вам говорю, если у вас есть сайт, блог, Google, курс, вы можете взять вот этот фрейм, скопировать и вставить туда, куда хотите, как это сделал я, давайте я вам покажу, где этот мой, вот, вот так вот этот бот, друзья, с помощью вот этого фрейма появился здесь, я думаю, что Наталья Ильина не знает, не понимает, о чем я говорю, да, я согласен, Наталья Ильина, это вам сложно, но для этого есть я, или есть системщики, или есть даже это не системщики, а многие уже знают, как вставить в буду себе на страничку вот такую вставочку, фрейм, это называется фрейм, он был в в таком виде, вот, вот он был такой, да, а во фрейме он стал чуть-чуть другой, но это тоже фрейм, это очень легко делается, ну что, друзья, давайте-ка, что еще мы хотим проговорить, вообще-то, я считаю, что, вот у нас энциклопедист появился, да, он знает всего одну словарную статью, но новые словарные статьи вы можете создавать бесконечно, он будет отвечать на те вопросы, которые вы захотите, что мы можем здесь уже дополнительно сказать, вот насчет лекции, я свою лекцию закончил, я на ваши вопросы, чтобы были все, ответил, я думал, что у нас будет 60 минут, и этого хватит, я свою цель достиг, новые слова автоматом, вот сейчас пошел свободный вопрос ответов, коллеги, задавайте, не стесняйтесь, задайте самые неприятные вопросы, вот, например, Яна Юрьевна спрашивает, новые слова можно автоматом, я понял, автоматом, это значит пакетом, из какого-то файла, ну, допустим, там, студенты что-то готовили, или сотрудник что-то готовил, и нужно это загрузить, вот, вот, видите, я уже с полуслов понимаю, что спрашивает, что вы спрашиваете, смотрите, коллеги, так, где что-то был, я сейчас не помню точно, но через CS, через файл, а давайте мы вот так и сделаем, там через, там можно через CSV, многие знают, то есть из Excel, да, Excel делает CSV файл, можно в CSV файле готовить такие вопросы-ответы, или какие-то интенты, и их можно сюда импортировать, я просто забыл как, потому что точно через CSV, то есть из Excel, можно сюда вставить файл, да, слова русского языка, а аналоги, или она, нет, нет, у нас на первом вебинаре, спасибо, Григорий Николаевич, был обзор платформ, мы посмотрели 25 платформ, была презентация, отдала таблицу Excel, платные, бесплатные, разные платформы, мы их анализируем по разным критериям, да, есть другие, есть и другие, но вот по совокупности признаков для нас, для педагогов, сотрудников образовательных организаций, с учетом наших ограниченных финансовых возможностей, можно сказать, вот это вообще бесплатно, это идеальное решение, это звук плохой. Спасибо. Ах, этот звук. Ну вот сейчас слышно, я, спасибо. Коллеги, давайте теперь попросим сформулировать вывод Натальи Юрьевны. Наталья Юрьевна, я даже вам микрофон могу попробовать включить, но можно письменно написать. Вы тот человек, которого я лично знаю и знаю ваш уровень подготовки, ваш уровень мотивации. У вас мотивация очень позитивная и высокая, но вы не технарь, вы творческий человек. Вот ваши ощущения, вот если вам понятно, вот напишите, я не понял, меню ограниченное. Что значит не надо, Наталья Юрьевна, что значит не надо, я не понял. Ваше мнение, так вот тут вопросы пошли, Наталья. Пробовала, вот тут вопрос от Натальи Александровны, пробовал ли я, и я много, я очень много перепробовал разных платформ, очень много, сейчас попробую ее вытащить, я не все из них запомнил, ну, два месяца мы только сидели, а, вот это, да, нет, это не то, так, это не то, по-моему, я пробовал, вот сейчас на экране видите, о чем спрашивает, я, по-моему, я это пробовал, мне показалось, что не нужно такое, тут аватары, у нас с аватарами отдельная история, с аватарами, я сейчас покажу, какие у нас аватары, у нас аватары круче, они вот такие вот аватары, это у нас отдельная тема будет, по аватарам, которые на сайте, вот видите, он постоянно висит, то ли я, то ли другой сотрудник и что-то заводит, какую-то, решает задачу, это, это пока у нас отдельный вопрос, но, я, вот этот, ай-яй-яй, я забраковал, не помню почему, спасибо, что вы спрашиваете, да, это, вы, правильно, не нужен микрофон, но, ваше мнение, бот интересный, можно вставить его в фейсбург, на страничку, можно ли на страничку, да, научная лаборатория текстильного орнамента можно вставить, он будет, на мой взгляд, консультировать, отвечать на предварительные вопросы, или какие-то специальные вопросы, если человек или забыл, или ищет какой-то термин и тут же хочет его найти, ага, fail to set up CGP project, Светлана Анатольевна, когда вы создаете бота, вот я сейчас коллеге еще покажу, вы создаете нового бота, вот тут, я не знаю, откуда это берется, откуда берется, ну, допустим, какой-то вот бот сохранить, он сохранил нормально, без ошибок, без ошибок, кстати, как его удалить, а иногда пишет здесь ошибку, нужно вот тут из меню, я отвечаю, вот тут из меню, с треугольничком, выбрать любые буковки, он какой-то код присваивает на Google, вот этот CGP проект, и его, а, кстати, да, вот, вот я его создал, а как его удалить, сразу скажу, потому что много их создавать тоже нет смысла, нет смысла, вот нажимаете, пишете DLT большими буквами, D, и удаляете, не надо создавать бешеное количество этих ботов, чтобы не было спама, Google ограничивает, вот, все, я этот бот удалил, нет треугольника, ну, надо посмотреть, давай, тут, тут или потыкать, или самые по скайпу связаться, так, я не технар, книга про то, как работать в программе, API, она коротенькая, ну, среднее время на создание ботов по этой книге, ну, без подготовки ваших интентов, ну, на русском языке вы в списочек пишете, что вы хотите, ну, где-то за час, за полтора можно построить бота, если не получается, пожалуйста, обращайтесь, я буду вас консультировать, то ли по скайпу, то ли по фейсбуку, как-то, то ли через чат, коллеги, напишите тот вопрос, на который я не ответил, что-то я не ответил, мнение Натальи Юрьевны, в принципе, ну, вроде как есть, вроде как есть, вроде как я понял, наверное, она хочет, наверное, было правильнее дать время на тренировку и создать, тогда спросить, ну, как дела, вот это, наверное, будет правильнее. Моя задача была показать последовательность, показать целесообразность, показать соответствие между заявленным и фактическим, вот это все было заявление, что мы якобы, якобы выявили, и я думаю, вот на это все, я дал ответ. это будет, это важно. Совершенно верно, коллеги, осталось практиковаться. Интерфейс программы можно поменять, я не совсем уловил за Керрис Кемберон Аглеев, что значит можно, я не могу поменять его, это разработчики в Google вот так его делают. Кстати, они разрабатывают, вот это вот RU добавилось недавно, когда можно к этому языку добавлять другие языки, вот, например, кроме русского вы хотите, ну, какой-нибудь там украинский язык, сохранили, появилось два языка, тогда пользователи будут выбирать язык, а может быть, я еще не могу точно сказать, система сама определить язык и спросит, вы украинец или вы русский, я так догадываюсь, но еще не проверял, ну, и другие языки можно добавлять, пожалуйста, но, знаете, я согласен, что, вот, я, может быть, не сказал, я вам, может быть, не показал, сейчас скажу, вот это важно, у него интерфейс очень непривычный, чтобы вызвать настройки, нужно нажать именно вот сюда, а рядышком, чтобы вызвать список, нужно нажать вот сюда, а чтобы добавить интент, нужно нажать по плечику, чтобы вызвать список всех интентов, нажать по строчке, вот эти вот хаки, которые я заметил, они, кстати, документация там ужасна, почему так долго и шло, я вам рассказывал, по-моему, доступно, и то, что вот мы прошли, но поначалу тыкались, не могли понять, как работать, как добавить, вот появился список, а где добавить, оказывается, нужно вот это прокрутить вниз, вот, прокрутить вниз, что еще, очень хорошие вот эти small talk, small talk, короткие беседы, если их включить, enable, то можно включить диалоги ни о чем, да, смотрите, вот если вы включаете, то бот начинает вести разговорные, разговоры светского характера, как сказала Резетта Самородская, например, вот сейчас у него 0%, вы можете обучить его тому, что он будет говорить, например, ваш студент спрашивает, ты кто? А он должен сказать, я, я робот, я, робот, я, я ваш помощник, ну и так далее, вот вы пишите, чтобы создавать ощущения беседы с человеком, а не с машиной, или другие варианты, здесь ответов, сколько тебе лет, вот болванку такую приготовили, а ответ вы можете не писать, а можете написать, некоторые люди раздражительные, ты меня раздражаешь, можно смягчить ситуацию, я очень стараюсь, стараюсь, я учусь, я еще учусь, какие-то такие ласковые слова, учусь, учусь и, учусь и понимаю, что, и все, знаю, то есть, такие человеческие фразы, эмоциональные, другие, ты плохой, тоже можно смягчить, стань умнее, все вот это вот сохранить, и появляется набор таких светских фраз, которые, вот видите, я на 6% вот эту группу диалогов сделал, они, может, и не нужны, их можно выключить, вот я, например, делаю, или, например, какие тут еще, small talk, кто твой начальник, вот здесь я пишу, у меня нет начальника, ты мой начальник, вы мой начальник, я слушаюсь вас, вы пришли, вы пришли, чтобы командовать, это располагает, ты занят, ответ, я только и жду, чтобы вам ответить, представляете, какая эмоция, ты можешь мне помочь, я только и мечтаю о том, чтобы вам помочь, если он напишет ты, это не страшно, он обращается к боту, пусть, вы и ты, он поймет, ты бот, ты очень умный, ты сумасшедший, ты уволен, ты хороший, вот эти все фразы, автоматически, можно свести к светской беседе, наверное, вы согласитесь, что это особая психология, особый разговорный дизайн, тут уже не столько программирование, сколько филология, русский язык, культура речи проявляется, естественно, можно это дать им, как домашнее задание, тем же филологам, или преподавателям иностранного языка, чтобы они отрабатывали вот эту логику, общение, например, работа, и давали друг другу проверить, как это работает, я, наверное, спрашиваю, так, мне нравятся ваши вопросы, коллеги, работаем столько, сколько вы пожелаете, пока не отвечу на все вопросы, я рассказал основы, сейчас пошли хаки, пошли углубленные моменты, моменты, да, да, настроение хорошее, это обязательно, вот вопрос про тренинг, коллеги, смотрите, вот ответ на замечательный вопрос, с Галины Ивановны, под названием тренинг, и хотя он написан бета, нормально работает, нормально работает, видимо, они еще не закончили, не уверены до конца, хотят сделать лучше, и будет лучше в Google, но посмотрите, как работает раздел тренинг, он запоминает все, что говорилось, но говорилось немного, была фраза, был диалог, который начал за слово привет, руку, вот он запомнил, и он пишет количество фраз, и как давно они прошли, можно еще и в режиме, в таком, в плане истории, можно в таком, смотрите, как замечательно, можно проверять, вообще он дурак или нет, а если что-то ошибается, можно ли его подправить, вот сейчас, вот смотрите, допустим, берем, ну вот, второй вот, диалог, что такое рукоделие, очень просто, все очень просто, юзер говорит, студент говорит, спрашивает, что такое рукоделие, робот нашел, что вот этот интент, отходит, естественно, вам полностью совпало, и ответил вот так, мы согласны с тем, что ответил бот, мы просто-напросто нажимаем сюда на зеленую галочку, что мы согласны, то есть, чем чаще мы бота вот так будем просматривать и подтверждать, тем он увереннее будет отвечать, тут теория вероятности работает, если мы не согласны, мы можем игнорировать эту фразу, он будет говорить, я не знаю, но в данном случае вот так, или удалить вообще эту фразу, как личную, и соответственно, здесь тоже ставим галочку, то есть, оба варианта, мы прямо, это быстро научается, мы видим, что он нормально отвечает, мы говорим ему, это просто подтвердить, все, вот эти, появилась зеленая галочка, вот этот диалог, 100% он уже запомнил, если оно будет словом написано с ошибками, какую-то букву пропустит, вот кто-то еще тут что-то написали, он давал ссылочку, вот видите, ссылку дал уже кто-то что-то написать, давайте посмотрим, кто там что-то написал, ну, написал человек, вот такой, он пробовал, ру, так, вот привет, ага, смотрите, мы не создавали приветствия, мы создавали интенты, где нет, ни привет, ни здравствуй, я этого не делал, вот, поэтому он и ничего не отвечает, но если я скажу назначить, то, какие интенты, вот я нажал, клик, то и сайм, и вижу два интента, чему назначить, вот это, чему назначить, или, добро пожаловать, или, вот я знаю рукоделие, нету ни одного варианта, чтобы на вот эти вот, выкрутасы отвечать, нет ни одного варианта, чтобы на приветствие отвечать, хотя нет, извините, default welcome, вот если привет, все, я забыл, видите, галочка поставилась, если пишет, видимо, он не знал этого слова, привет, а вот не понимаешь привет, нужно другой создать интент, где будет говориться, где будет говориться, формулируйте вопрос по существу, не буду пока на это тратить, время еще какие вопросы, что опять звук, опять звук плохо, давайте я отключусь снова, минуточку, слышно меня, а вот теперь, я хочу вас спросить, вот давайте, да, у нас будет еще, у нас будет еще вебинар, я сейчас скажу, когда, это у нас не последний вебинар, смотрю в календарь событий, в этом, да, создание бота диагноста, коллеги, 26 числа, у нас будет, давайте я вам дам ссылочку, записывайтесь, зарегистрироваться, уже не просто он говорит, отвечает на вопросы, он уже начинает из них что-то вытягивать, и выводить на какую-то диагностику педагогическую, это еще более интересно, и вы тоже научитесь, теперь я отвечу на вопрос, как использовать, вот здесь, если вы, допустим, Галина, кто там, Наталья, Яна Юрьевна, я не знаю, что она преподает, но она скажет, но она скажет, она скажет, какой предмет, какие трудности, она испытывает, что бы она хотела усилить, я тут же дам рекомендацию вам, что можно сделать с этим ботом, вот, давайте, 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 Юлия Николаевна, давайте-ка, вот вы сейчас, назовите ваш любой предмет, и я дам версии, как использовать бота-энциклопедиста, не вот этого бота-диагноста, а бота-энциклопедиста, давайте, вот, вы приведите пример, вот, допустим, Юлия Николаевна, Дьякова, я ее знаю, она ведь, оказывается, уже начала создавать, что-то у нее появляется, а она преподает, насколько я помню, экономику, по-моему, что-то, менеджмент, Юлия Николаевна, или финансы, вот, не помню, в общем, бизнес планировать, пожалуйста, по всем терминам управления финансовыми предприятиями, или по менеджменту, создайте с помощью студентов, можно и не самим, а им дать домашнюю задачу, они туда будут вместо вас вносить термины, вот эти чего, да, и это будет склад знаний, и это будет классно, готовый глоссарик, бот, которого можно спросить голосом, представляете, голосом, микрофон спрашивает, вот, а, финансовый менеджмент, анализ, вот, пожалуйста, энциклопедия финансового менеджмента, сделанная не на основе, чего-то, вот эти глоссариев, на основе бота, он спрашивает, что такое, KPI, или что такое, рентабельность, ну, и какие-то другие термины, что такое акция, что такое облигация, что такое, формула сложного процента, и так далее, и так далее, даже с ошибками, говорит и пишет, он все равно пойдет, для отработчиков, пусть создают глоссарий, ну, Юрий Николаев, ну, пусть так, но, можно и так, для отработчиков, так, коллеги, какие еще вопросы, я пропустил, словари, а потом продавать, для пользователей, словари, а потом продавать, если вы докажете, Яна Юрьевна, каким-то образом, что ваш энциклопедист заменяет работу каких-то там людей, и что выгоднее вместо этих людей иметь бота, консультанта, то можно и продать, действительно, если вы это докажете, или найдете такое, такое применение, что он заменяет человек, или не заменяет, а дает ему надежность, человек может ошибаться, а бота можно сделать, он безошибочно, он быстрее человека, и точнее будет отвечать, в итоге, если вы скажете, что это выгодно, то его можно и продать, для людей с ограниченными возможностями, но, в принципе, да, есть ли у человека трудности с вводом данных в клавиатуру, действительно, вот у него нету, физической возможности, работать на клавиатуре, но он может включить микрофон, может нажать, оба единственную кнопку с микрофоном, и действительно, вот его поймет, без клавиатуры, четко ответит, это интересное решение, тут, коллеги, вот если вы будете что-то спрашивать, какие-то ситуации, мы убедимся быстро, что у нас идей гораздо больше, чем мы думали вначале, толковые слова, да, всего доброго, коллеги, кто уходит, я еще не ухожу, вы можете задавать любые вопросы, запись у нас включена, мы уже пошли чисто на ответы на вопросы, задавайте, так, мой экран видите, у меня скоро следующий вебинар, Галина Сартан, интересуется этим, так, ну что еще, давайте, давайте, я жду ваших пока вопросов, а вот то, что мы еще дополнительно, я не рассказал, спасибо, дополнительно, что можно вместе, коллективный мозг, что, а, и боты можно еще расщеплять, создав бота громаднее, потом вдруг поняли, что надо финансовый менеджмент отделить от маркетинга, к примеру, его можно разделить на части, можно бота поправить, подготовки, РПД, вот так, кстати, кто хочет, давайте подключайтесь, получите бесплатно бот, вот вы сделали РПД, и не уверены, что сделали правильно, вы обращаетесь к ним, учебное управление, к боту, и он говорит, вы неправильно сделали вот этот раздел, вы вот то не сделали, вы с ним разговариваете, а он в итоге говорит, и вы не тратите время, а то послали, там люди злятся, прислали, что вы неправильно РПД, вы опять, а инструкцию читать некогда, громадные инструкции, а бот может вас диагностировать, для чего это нужно, какова эффективность, это самый главный вопрос, Яна Юрьевна, для чего, мы пробуем на выборах, на студентах, пока видим, что это очень эффектно, очень эффектно, им это интересно, им это нравится, это современно, кстати, не знаю, говорил, на первой встрече, говорил, что он прекрасно работает на смартфоне, в смартфоне есть микрофон, и если вот такой бот, Петр, что я показывал, вы загрузите, он легко вылезет на смартфон, нажимаете на этот микрофончик, и разговариваете с ним, это тоже работает, сертификата, это вопрос, к Андрею Олеговичу, он давал тут, вот я сейчас подублирую, насчет сертификатов, вот, вот этот ответ, вы получите сертификат, это не просто, это нормально, вовлекает, да, это вовлекает, спасибо, Юлия Николаевна. Нет, Юлия Николаевна, Мирополис, ничего автоматически не рассылает, я, вот, у нас есть Андрей Олегович, он занимается. Насчет напоминалки, часто спрашивают, на самом деле, я немножко с этим, пока еще не согласен, пока, потому что рассылки из бота нету, напоминалки и в других местах, в том же Moodle, в том же Google, календарь, есть напоминалки, в ботах напоминалок, я не помню. А, ну, хорошо, это занимается компания Директ Медиа, которую мы благодарим за то, что нам дала такую возможность. Да, ну что, коллеги, полтора часа уже прошло, по-моему, вопросы уже все, ну, какие были все, осталось только тренироваться, я напоминаю вам, что вы можете приобрести, вот, это руководство, которое, я вам показывал, давайте покажу еще раз, еду конс онлайн, так, вот эта ссылочка, вы можете приобрести, вот, цена будет пока еще 250, через 10 дней она повысится, там появятся дополнительные возможности, но если вы купите сейчас, эти возможности вы получите дополнительно автоматически, те же подарки, по готовым ботам, по готовым, натренированным ботам, каждый обладатель этого пособия получит. Переходите к практике, Наталья Юрьевна и другие коллеги, которые, кстати, для группы Рособорколхоз учебник бесплатно, мы вас, ваши старания ценим, и вот этот Рособорколхоз покажу, вот он наш, все, кто, вот и Наталья, ходит туда тоже, все вы получите доступ бесплатно, только лишь сообщите. Кстати, вот Елизавета Самородских, она многое внесла вклад этих ботов, а также, а также Любовь Вениаминовна Крашенинникова, вот и покажу, весь состав нашего колхоза, наш председатель Марина Владимировна, я у нее первый заместитель председателя, и вот Любовь Вениаминовна внесла колоссальный вклад в разработку идеологии, в частности, на основе дикотомического ключа. Юлия Николаевна замечательная, кстати, и Марина Юсова, также разработала очень интересную модель диагностики, педагогической диагностики. Они все не программисты, да я тоже не программист, но очень хорошие мозги у себя, и очень хорошее взаимопонимание. И вот Татьяна Витальевна Келегидов, с которой мы начинали этот тяжелый путь, мы нашли решение, его дали. Хентрем Жанна Грачина, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, что вы говорите про развитие, каждая ваша разработка с ботом, коллеги, это научная публикация. Я вам гарантирую, что бы кто из вас не сделал, один сделал по физике, другой по истории Отечества, третий еще по чем-то. Всегда будет новизна, научная новизна, новый прирост, какого это эффекта. Поэтому берите эти боты, применяйте, у вас будут хорошие, объективные, честные публикации для вас. Всего доброго, спасибо большое, рад за ваши вопросы, вы меня сегодня очаровали вашими вопросами. Столько вопросов, я, наверное, никогда еще не слышал. Спасибо вам. Задавайте еще вопросы, находите меня в Google, как угодно. Я всегда открыт для взаимодействия, для сотрудничества, для консультирования. Ну, правда, консультирования у нас платные, а вот информирование мы делаем бесплатно. Мы всегда рады вам самому. До свидания. До свидания. Я встречаю. Субтитры сделал DimaTorzok